Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Книги царств И в качестве первой главной темы Мы будем говорить о инструментах в руках Яхве Об орудиях в руках Яхве И вот в моем плане Пункты А, Б Неразделимы Их нужно рассматривать вместе Также, когда мы уже дойдем до Ц и Д Потому что здесь Речь идет о людях Конкретных людях, о личностях Особенно об их служении На служении священников Центр которого Находился в Скинии Они служили перед Господом И в самом центре находилось Святилище Святая Святых И здесь Ковчег Завета И вот на протяжении Книги Самуила, Книги Царств Все большую-большую важность Приобретает именно Ковчег Завета Его берут с собой в битву Его берут в плен Он проявляет свое превосходство Над филистинами Его отправляют обратно в Израиль И он становится Либо проклятием, либо благословением В зависимости от того Как ведут себя Как поступают с ним Израильтяне Конкретные израильтяне Но мы с вами Не видели упоминания Ковчега Завета В круге судей Практически не было и такого Священнического служения Которое теперь Снова восстанавливается Конечно, я полагаю Что это служение все-таки существовало Оно полностью никогда не исчезло Но оно не было Жизненно важной частью Повествования Книги Судей Потому что в Книге Судей Подчеркивается Религиозный упадок Израиля То, как Израиль Отпал от Яхва Как он Придал себя идолам И по этой причине Очень и очень мало Говорится О центральном Главном месте поклонения О священниках О Ковчеге Завета А теперь Ковчег Завета Снова появляется перед нами И вот мы с вами В книге Самуила В книге Царств Снова видим Как Израиль Поклоняется Богу Первая глава Третий стих Этот человек Алкана Ходил из своего города Каждый год Для того, чтобы Поклоняться Богу И с самого начала Мы видим Как Израиль Поклоняется Богу Этот человек Алкана Ведет свою Семью В поклонении И в Жертвоприношении Богу И они приходят В Силум Где установлено Скиния И где Построено Сооружено Более постоянное Место Для поклонения Богу И потом Вы помните Что Этот Центр поклонения Потом Уничтожили Филистимляне И по этой причине Нужно было Устанавливать Новое место Поклонения То самое О котором Говорилось Когда-то в книге Второзакония Все это происходит Здесь В книге Царств Итак Священники Ну и в этой книге Мы также Видим Не только Начало Священнического Служения Илья Ну и то Как Бог Приносит Суд Приводит суд На дом Илья Дальше Перед нами Служение Священника Самуила То есть При Самуиле Священческое Служение Восстанавливается И Приносятся Жертвы Жертвенное Служение Кстати Здесь Нужно Провести Важный Контраст Между Саулом И Давидом Саул Совершенно Не заботится О священниках Более того Он убивает Священников Первая книга Царств 21-22 Главы А вот Давиду Важны Священники Он заботится О священниках И о восстановлении Служения Богослужения Сразу после Как он становится Царем Так что Перед нами Замечательное Противопоставление То как они Реагируют На эту ситуацию И кстати говоря Еще один контраст Еще одно Сравнение Перед тем Как Саул Становится Царем Мы видим Как Ковчег Завета Возвращается В Израиль И он Находится В Кириаф И о Риме И находится Там на протяжении Всего времени Правления Саула И потом Уже Во второй Книге Царств Шестая Глава Этот Ковчег Завета Будет Перевезен Из Кириаф И О Рима В Иерусалим Саула Саула Совершенно Не интересовал Ковчег Завета Для Давида Он был Очень важен Он покоряет Себе Филистимлен Он Овладевает Иерусалимом И перевозит Ковчег Завета В свою столицу Об этом Во второй Царств Шестая глава Еще один ключевой Аспект Книги Царств Это пророки Пророки Я тут Покажу Это вот как Пророки Приносят Божие Слово Опять-таки До сих пор Это было Редко В книге Судьи Мы этот момент Уже видели Да Был Один человек Божий Который Обличает Израиль В 10 главе Книги Судьи И было Покаяние Но Конечно При этом Нужно отметить Что Постоянного Пророческого Служения Человек Который Постоянно Обращался Бо к народу И народ Постоянно Отвечал бы ему Реагировал бы на него Такого человека Нет до Прихода Самуила До Книги Самуила И тут Можно связать Конец 3 главы 1 царств И начало 4 3.21 И продолжал Господь Являться В силоме После того Как открыл Себя Самуилу В силоме Через слово Господне И дальше 4 глава 1 стих И было Слово Самуила Ко всему Израилю И раньше 20 стих 3 главы И узнал Весь Израиль От Дана До Версави Что Самуил Удостоен Быть Пророком Господнем И так Восстанавливается Возобновляется Пророческое Служение И теперь Весь Израиль Знает Что есть Пророк Который Возвещает Слово Божие В каком-то Смысле Можно сказать Что Пророческого Слова Израилю Долгое Время Не было Не было Со времен Иисуса Новина Иисус Новина 23 24 Но даже Иисус Новин Не пророк Он просто Отражает И развивает Идеи Пророка Моисея О том Что Израиль Не может И не сможет Следовать Господу О том Что Израиль Это должен признать Признать Это в полном Смирении Признать Что Тенденция Израиля К непослушанию И Тут абсолютно Честен Откровенный Даже Суров Иисус Новин И Моисеем В Терзаконе 31 Иисус Новина 24 Вы Не будете Слушать Господа Не будете Слушаться Господу Вы говорите Что будете На самом деле Это не так Если хотите Если будете То Вот Каким образом Он вас Благословит А если Не будете То Грядет Суд Вот Таково Пророческое Слово Это обязательно Будет Так Более Что Вы На самом деле Не верны Мы не верны Поэтому Будет И суд Но По большому счету Вот В прошлый Последний Раз Когда Пророк Собирал Весь Израиль Для того Чтобы Услышать Божие Слово Последний Раз Это было В книге Иисус Новина 24 Но При этом Он Пророчествует Не Слово Которое Бог Дал Ему А Скорее Повторяет Слово Которое Было Дано Израилю Через Молисея И вот Теперь Бог Восставил Самуила Прежде Всего Мы узнаем Об этом В первых Трех Главах После того Как мать Посвятила Его Господу И он Лично Слышит Слово Божие И передает Это слово Илью А потом И всему Израилю Еще раз Конечно Был Предшественник У Самуила Кстати Даже В той Жеке Самуила Первое Царство 2.27 И пришел Человек Божий К Илью И сказал Ему Да Были Пророки Божии Между Моисеем И Самуилом Вот Этот Человек Божий И тот О котором Говорилось В книге Судей 10 глава Но эти Пророки Как бы Появляются И исчезают Они приходят Говорят Божие Слово И на этом Все кончается Но Постоянное Продолжительное Служение Пророков Которые Несли бы Слово Божие Такого Служения В Израиле Не было Уже Со времен Моисея Мы Кстати Еще Увидим Определенные Сходства Между Самуилом И Моисеем Буквально Через Несколько Минут Об этом Будем Говорить И вот Это Проходит Красной Нитью Через Всю Книгу Бог Выставляет Пророков Конкретно Самуила Кстати Самуилу В какое-то Время Будет На определенное Время Судьей Но Он Также И Пророк И Когда Он Уже Не Правит Когда Он Уже Не Царствует Когда Уже Есть Царь В Израиле Он Все Равно Остается Пророком Он Обращается К Саулу Обращается К Давиду Потому что Саул И Давид Помазаны Богом На Царство Но Самуил Продолжает Своё Пророческое Служение И тут Перед нами Снова Контраст Между Саулом И Давидом Потому что Саул В конечном Счете Отрекается От Слова Божия Он Не послушан Божьему Слову Которое Приходит Ему Через Пророка И В конце Своей Жизни Когда Он Хочет Найти Слово Божие Он Пытается Найти Пророка А Пророка Уже Нет И Он Обращается К Ясновидице Он Обращается К Медиуму Для Того Чтобы Получить Божие Откровения Он Кстати Получает Божие Откровения И Получает Те Слова Которых Он Совершенно Не Хотел Услышать Понравилась Лекция Вдохновились Услышанным Поддержите Нас Молитвой И Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте tvseminari.com И Давид В конечном Счете Бог Дает Давиду Пророков Сначала Гада Потом Нафана И Таким Образом Пророческое Слово Божие Продолжается Так Говорит Господь Это Слово Снова И Снова Приходит К Людям И В частности Давид Послушен Божьему Слову Которое Приходит К нему Это Противопоставление Саула И Давида Итак Перед Нами Возобновление Священнического Действа Возобновление Пророческого Служения Самуил Гад Нафан И Разумеется Одно Из Самых Известных Событий В этой Книге Это Возникновение Нового Лидера Или Лидера Нового Типа Лидера Которого Иногда Называют Просто Помазанником Понимаете До Этого Времени Слово Помазанник Или Помазанный Использовалось Применительно К тому Что Было Посвящено Богу В богослужении Например Помазан Миром Или Помазан Для Служения Например Специальные Инструменты Орудия Помазанные Для Служения Священники Получали Помазание Для Служения А теперь Слово Помазанник Становится Титулом Для Обозначения Царя И Говорит Об этом Первый Замечательное Богослов Анна Первая книга Царств Вторая Глава В самом Конце Своей Молитвы Это Песни Хвалы Которую она Поет Которую Спевает Господу Она Говорит О Яхве И Говорит Во второй Главе Десятом Стихе Господь Даст Крепость Царю Своему И Вознесет Рог Помазанника Своего Тут Такой Поэтический Параллелизм Даст Крепость Или Даст Силу Параллельно Или Синонимично В выражении Вознесет Рог А Царь Параллелен Слову Помазанник Царь Будет Прототипом Мессии Он будет Помазанником И что Также важно Сначала Саул Потом Давид Становятся Царями И что Делает Самуил Прежде всего Он Помазывает Их На царство Интересно Что Царь Чаще Называется Помазанником Особенно Саул Саул В книге Самуила В книге Царств Называется Помазанником Потому что Давид Отлично Понимает Что Саул Помазанник Божий Но Также Сам Давид Помазанник Божий И Вот этот Титул Который Был дан Царю Израиля Помазанник Яхве Мессия Яхве Особенно Мы это Увидим У поздних Пророков И Давид Как царь Воспринимается Как Помазанник И у Даниила Тоже Кстати В писаниях И От Давида Через Обещание Которое Было Давиду Придет Помазанник Царь Израиля Мессия Итак Царь Называется Помазанником Кроме Того Царь Называется Правителем Называется Князем Также И Еще Один Термин Это Сам Термин Мелек Царь Речь Идет О Власти Этого Человека О Положении Этого Человека Слово Помазанник Указывает На то Что Яхве Его Выбрал Яхве Его Делил От Всех На то Что Он Был Правителем Лидером Которого Бог Поставил Для того Чтобы Стоять Перед Народом Чтобы Вести Весь Народ Чтобы Судить Народ И И Поскольку Его Выбрал Яхва Поскольку Именно Яхва Дал Ему Это Положение Этот Человек С Человеческой Точки Зрения И И И И Власть Над Народом Над Людьми И Этой Властью Наделил Его Сам Бог Поэтому Он Есть Царь Кстати Я Дал Вам В распечатках Статья Об этих Словах О Смысле Этих Слов Когда Говорится О Царе Как О Помазаннике О Правителе О Князе Или Просто О Царе Есть В этих Терминах Нечто Общее Есть У каждого Из них Свои Отличительные Особенности В статье Я об этом Пишу И Вот Мы Возвращаемся С вами К Анне И Анна Говорит О том Что Бог Даст Крепость Царю Своему Своему То есть Бог Будет Действовать Через Царь Царь Будет Инструментом Яхва Яхва Будет Проявлять Свою Власть Своё Управление Над Землей Через Царя Он Сможет Исполнять Эту Власть Осуществлять Эту Власть Потому Что Только Он В уникальном Смысле Помазанник Яхва Кстати Говоря Опять Таки Первое Царство Вторая Глава Десятый Стих На самом Дере Перекликается С С С С С С С С Главой Книги Бытие О Правителе О Царе Который Взойдет От Иуды От Якова Мы читаем Также об этом В книге Чисел Двадцать Четвертая Глава Это когда Говорит Влаам Вот эти Откровения О том Что цари Произойдут От Авраама В Бытии Об этом мы читаем В книге Бытие Восемнадцатой Глава И вот Мы видим Как все это Начинает Сбываться Сбывается Это все Совершенно Реально В истории Израиля Ищите нас В поисковых Системах По запросу ТВ-семинарии Продолжение следует...